Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси. Андрей Швет в этой должности работает почти год. При назначении глава государства обозначил ряд важнейших задач. В числе главных прокуратура должна занять достойное место в системе национальных органов власти. В последнее время по поручению президента приняты меры по совершенствованию законодательства конкретизированы полномочия прокуроров для эффективного противодействия экстремизму. Еще один важный вопрос, который Александр Лукашенко держит на контроле, ход расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид против советских людей на территории Беларуси. Эта тема не просто должна звучать. Мы должны, в конце концов, наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы, слава Богу, здоровые родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило. Особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую они против нас развязали. Один совсем недавно разумный человек сказал, что «Майн кампф» в настоящее время остается актуальным. То есть, как были они нацистами, так они остались только формы. Совершенно другие формы. Притом, негодяи, например, Литвы видно, они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, так сказать, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. И я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите. На сегодняшний день специалистами по факту геноцида доброшено более 4 тысяч живых свидетелей. Установлены имена 400 карателей. Выявлено порядка 100 новых мест массовых захоронений мирных граждан. Доложено главе государства о мерах, которые принимаются в борьбе с экстремизмом и терроризмом. По этим фактам возбуждено больше 4 тысяч уголовных дел. По таким эпизодам прокуроры занимают принципиальную позицию. Виновным назначается строгое наказание. Отдельно обсуждался вопрос о восстановлении исторической справедливости в отношении экстремистской символики. БЧБшная так называемая символика в виде вот этого полотна белокрасного цвета использовалась как элемент униформы ряда карательных батальонов. Обязательный элемент. И на сегодняшний день мы завершаем подготовку материала для обращения в Верховный суд с целью признания вот этого полотна экстремистской символикой. Ну и ряд других вопросов, связанных с дальнейшим ходом и планируем следственных действий по делу о геноциде. Также, например, в частности доложено о том, что мы подготовим большой пакет документов для ряда должностных лиц иностранных государств, где покажем и расскажем о тех зверствах, которые учиняли фашисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны и о связи фашизма периода Второй мировой войны и нынешних так называемых неонацистах и их формах и методах, которые проявлялись и принимались тогда и принимаются сейчас и предпринимались с целью того, чтобы уничтожить наше государство. Обсудили на встрече во Дворце независимости и криминогенную ситуацию в стране в целом уровень преступности под контролем правоохранителей. Так отмечается снижение уровня особо опасных преступлений, деструктивные проявления в основном ушли в интернет, доложено президенту о результатах борьбы с наркотрафиком. Также Александр Швед подчеркнул, что прокуратура ориентирует правоохранительные органы на работу в штатном режиме, учитывая стабилизацию ситуации. Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая чрезвычайного и полномочного посла этого закавказского государства. Встреча во Дворце независимости прошла по случаю завершения в нашей стране дипмиссии Латифа Гондилова. Глава государства поблагодарил его за существенный личный вклад в развитие двусторонних отношений. Беларуси и Азербайджану, подчеркнул президент, удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда готова оказать техническую и технологическую помощь. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за поставки углеводородного сырья в Беларусь. Основа отношений между двумя государствами, уверен, белорусский лидер – исключительное взаимопонимание не только на уровне политиков, но и народов. Лучшие наши друзья, послы, уезжают, и мы вынуждены надеяться, что сможем выстроить самое доброе отношение с Азербайджаном. Поскольку на всех уровнях, вы это не хуже меня знаете, нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания. Приезжайте в любое время. Я вас благодарю за понимание того, что происходило и происходит в Беларуси, тех непростых процессов. Беларусь очень переживали во время конфликта. Путь к миру только начался, я об этом говорил в Азербайджане. Хотелось бы, чтобы он был недолгим. Очень на это рассчитываем. И армянский народ, и азербайджанский народ, они заслужили спокойной, мирной жизни. Что касается наших отношений на перспективу торгово-экономических, какой-то помощи со стороны Беларуси в плане технической, технологической и прочее, ну вы знаете, что наши двери всегда открыты. В диалоге коснулись не только экономической, но и внутриполитической тематики. И так наша страна прикладывает значительные усилия по восстановлению мира на территории Нагорного Карабаха. Партнеры такие действия оценивают высоко и, в свою очередь, готовы поддерживать Беларусь. В том числе и на международной арене. Официальный Минск, в свою очередь, готов оказать помощь в восстановлении земель, пострадавших от войны в Нагорном Карабахе. Прекрасное у нас отношение с Беларусью. Я думаю, что Беларусь внесет свой вклад в установление мира, процесса мира и созидания. Беларусь для нас, еще раз скажу, братское государство. Авторитет этого государства очень высок. И постоянно Беларусь идет по пути прогресса, развития. И мы всегда были с вами и всегда будем рядом с вами. И я скажу, что мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь. Отношения между странами развиваются динамично. Так, в прошлом году взаимный товарооборот достиг отметки почти в 450 миллионов долларов. Нашими основными экспортными позициями являются сельхозмашины и комплектующие для них, лекарства, мясомолочная продукция. Покупаем у Азербайджана нефть, напитки, орехи. Развивается кооперация. Один из самых успешных проектов – совместное автомобильное сборочное производство в городе Гянджим. Разговор о внешней политике после встречи с послом Азербайджана президент продолжил с министром иностранных дел. Обсудили уровень контактов и взаимодействия с нашими основными партнерами график международных мероприятий. Он изменился в условиях пандемии. И, конечно, подвели итоги семинара учебы с послами. Он проходил в Минске. И как раз в ее рамках состоялась встреча белорусских дипломатов с главой нашего государства.